Я на самом деле, когда раньше здесь, собственно, ходил, ездил, я, честно говоря, даже и не догадывался. Это, чтобы вы понимали, мы идем вдоль Казанской улицы. Все, теремок, хана тебе. В какой-то момент наша вот эта вот хитрая траектория начала пересекаться с береговой линией. Это был достаточно такой интересный, такой интригующий момент, когда мы едем четко в берег Москва-реки. Как их называется-то? Линкен Парк. Трансформер. Божечки, это будет Моника Белуччи? Как часто ходил я и хожу по этому мосту, потому что тут много всего интересного. Вот там у нас прямо слобода Достоевского, где он жил, писал, трудился, работал. И с первой маршрутки на нас видят радостные лица петербургцев и посылают проклятие, скорее всего, нам. И думают, что они тут делают. Вот этот дом, на самом деле, крайне выдающийся. А то, где мы с вами находимся, это канал Грибоедова. Достоевский его называл канавой. И мы, вы не поверите, скоро будем смотреть на это же самое место вот оттуда. Вот из этих окон. Потому что это здание, где, знаете, что делают? Роботов. Но не тех, которые состязания роботов, гитаристов. Как меняется контекст. Сейчас скажи эту фразу, не знаю, 20-летнему человеку, 20-летней девушке. Есть человек, а есть девушка, да? Согласно древолюционной трактовке гендерного опроса. Так, в общем-то, он и не поймет про эти приключения электроникой и прочее-прочее. Поэтому вас сегодня ждет не совсем обычный выпуск. В принципе, я не знаю, какие выпуски у меня бывают обычными. Но, тем не менее, мы идем в гости. Идем в гости в ИТМО. Но ИТМО, оно большое. Ну, не оно большое, это большой институт. У него есть много филиалов и много корпусов в Петербурге. Мы конкретно отправляемся в этот, где будем постигать состояние современной индустрии. А самое главное, кто эту индустрию готовит, кто готовит кадры. И вуаля. Где ты наш хороший, ох, рояль в кустах. Добрый день. Знаете, какой это прекрасный человек? Он сейчас сам скажет, как он... Я сам не знаю. Нет, он прекрасный. Я знаю, что он прекрасный. Ну, давайте сдвинемся чуть-чуть и представим. Нашего замечательного гостя. Ну, всем добрый день. Зовут меня Антон. Куркин Антон. И я работаю в университете ИТМО. Вот уже много лет. В данный момент я хотел бы вам немножечко показать наше замечательное здание изнутри. Какие здесь хорошие ребята. Какие здесь интересные экспериментальные установки. И многие разных интересных задач. И пока что нас с Антоном разделяет эта железная перегородка. Но буквально... Какие преграды. Какие преграды, да. Пустите нас. Зеленый свет. Вот этого мальчика тоже с цветными волосами желали бы нас пропустить. Берем, возьмем. Иначе не будет красивой картинки. Вот это бывшая проездная арка. То есть, на самом деле, здесь ездили кареты. Ты на самом деле, иди-ка сюда. Ты так ушел так быстро-быстро-быстро-быстро. Ты покажи, что там вот даже львы остались. Да, здесь кованые ворота. Со львами исторические, которые представляют историческую ценность. И охраняются государства. Ну, и нами, безусловно, тоже. Это уникальный древолюционный пластик. Металлопластик, я бы даже сказал. Шутки за 300 от Павла Перца. Ну, мы просто заходим в очень серьезную среду. Надо как-то сразу это все выдохнуть. И довольно необычной формы двор. Ну, да, здесь такой очень необычный колодец, наверное, я даже не знаю. Мы даже обсуждали возможность сделать атриум. Но это очень технически сложно и дорого. Ну, вопрос не сегодняшнего дня. И, наверное, даже не случится. Но, с другой стороны, у нас здесь есть своя достопримечательность. Это вечное зеленое дерево. Которое у нас зеленое почти до Нового года. Мы не знаем секрета, но, наверное, чудо. Наверное, оно питается той энергией, теми знаниями, которые вы тут даете. Наверное, да. Господам студентам. Ну, во всяком случае, да. Не удивлюсь, если в этом что-то есть. Ну, что ж. Самое время погрузиться в атмосферу этого замечательного заведения. И предоставить слово тем, кто здесь учится и работает. Кстати, здесь еще есть березка. Хотел бы заметить. Видите? Молодая. Где еще во дворе какого вуза, посреди брусчатки, вы увидите наше русское дерево. То есть я могу его покормить? Здесь есть импедансные регуляторы, которые позволяют... Какие регуляторы? Импедансные. Грубо говоря, это технологии, которые... Импеданс. Есть такая технология, да, механическая, которая... Импеданс, это какое-то французское слово получается. Ну, это из электроники вообще идет, что он реагирует на сопротивление. Если к нему прикоснуться, то он будет реагировать, как будто он пружинистый. Хотя здесь ни одного гибкого элемента нет. Он будет есть? Или что для этого? Да, Иван потом запустит так, чтобы он его хватал. Он будет хватать объекты и перемещать в коробку. А вот сейчас он может его захватить? Сейчас он выключен, если вы не боитесь за свою руку? Нет, я не боюсь за свою руку. Я могу включить? В таких местах, что после этого мне уже нечего бояться. Сюда вот так. И держите, держите на месте, чтобы он сфокусировался и поймал его. Мы ставим эксперимент с коллаборативным роботом, который себе, мамочка, зайка, какая ты хорошая, кушай, птичка моя. Вот, взял. Учитесь. Потому что у меня большой опыт работы вот с этими тварями. Я и эту, так сказать. Ну, а в бытовом исполнении какие функции он может исполнять? Мы занимаемся как методами создания механики. Мы потом покажем прототипы. Здесь ребята занимаются настройкой алгоритма управления роботом. Хоть здесь роботы немецкие, неважно. Алгоритмы управления, они применимы для любого роботехнического устройства. Здесь способы планирования траектории. Например, здесь не захватходено так, чтобы просто по какой-то траектории он ходит. А траектория генерируется сама каждый раз. То есть, вот если запустить сейчас вот несколько раз, траектория каждый раз будет другая. Он строит его по-своему каждый раз. И он реагирует на среду. Просто в симуляторе есть эта среда, и если она будет изменяться, и будет информация о нем, об изменении, он каждый раз может подстраиваться. Суть в том, что это не структурирована окружающая среда. На заводе она структурирована, все забонизировано, все до микрометров, все на своих местах находится. И зачастую там просто нет технического зрения никакого, что робот вообще без никакой технической зрения вслепую может все передвигать и выполнять. Здесь же настроено на том, что вокруг может работать человек, все это может изменяться, чтобы была гибкая производственная ячейка. И это требует как алгоритмистики, так и технического зрения. Ребята занимаются изучением и разработкой новых алгоритмов машинного обучения, чтобы классифицировать объекты. Вот здесь вот этот стенд, он про то, чтобы поставить туда объекты разных цветов, размеров, и чтобы он классифицировал, клал по разным. То есть, короче, ему задаешь, ну, я такую утилитарную задачу, да. Это кирпичная стена, божественный ремонт двухтысячных, по названию евро-ремонт, зашитый какими-то панелями. И здесь какая-нибудь штуковина, которую, допустим, надо, не знаю, достать, отвернуть или прочее. А панель нельзя разбирать. Ну, это, конечно, понимаю, задача для идиотов, но тем не менее, да. То есть, он может, соответственно, ему можно поставить задачу, пролезть в определенную дырку, что-то там взять. Можно так. Можно так. Я такой, я сразу глобально думаю, да. То есть, у людей там покорять Марсы, а я такой, знаете, в дырку прорезть. Что это сервисный робот для удовлетворения потребностей человека? Ну, потому что я-то, видите, про рекламу и маркетинг, а вы про технику. Поэтому мне надо, соответственно, сразу же людям давать объяснение. То есть, на самом деле, он, в принципе, может там на кухне что-то делать, да. Он может совершать какие-то, ну, пока, я думаю, несложные, а в будущем, может быть, действительно, какие-то штуки, связанные там с ремонтом. Ну, вот как хорошая аналогия, сейчас искусственный интеллект, он в колонке спрятан, вот есть всякие разные ассистенты, но они вот спрятаны в коробке, они могут там шутку сказать, сказать, какая погода, и в интернет выйти. А чтобы был по-настоящему искусственный интеллект, у него должно быть физическое воплощение, чтобы он мог взаимодействовать с окружающей средой. По идее, это может привести к этому? Я пошел мыть посуду, где моя... Он не обязательно должен выглядеть как человек, но он должен иметь возможность взаимодействовать с окружением, которое было изначально сделано под человеком. Мы занимаемся образованием, и флажками, что у нас есть успех в этом, является публикация, что мы публикуемся не только в научниках-вестниках своего родного университета, но засылаем в топовые конференции, топовые журналы, куда публикуются те же самые Boston Dynamics, MIT, ETH и прочие университеты топовые. Вот есть по робототехнике IRIS и IKRA, это просто самый топ по конференции, который есть. И вот мы бьем только туда, и наша гордость скромная в том, что у нас 5 статей, у меня 3 на IRIS есть, 1 на IKRA, которую мы вместе с ребятами писали, все лаборатории, еще Кирилл Артемов написал сам, вот 5 статей, это топовые конференции, которые публикаются совместно со всеми остальными университетами. И тот факт, что у нас принимают туда статьи, это значит, что наша работа отражает. Считается, и более того, у вас есть перспективы уже в какой-то момент сказать, слышите, что есть. Хорошо, по поводу, на самом деле, уже воплощения этого всего мы поговорим с вашим руководителем, поскольку, так сказать, это уже, может быть, даже его задача. Большое спасибо за презентацию, может быть, еще покажем что-нибудь, что он может делать. Дим, готово? Да. Да, помимо управления, что здесь мы взяли робота, который есть во многих лабораториях, и попытаемся сделать свой вклад в сообщество общее. Помимо управления, мы разрабатываем новые алгоритмы проектирования роботов. Это стенд такой академический, который показывает, в принципе, и саму идею. Это прыгающий робот, который прыгает на месте. Дим, включи, пожалуйста. И, как видите, здесь... Зайка. Да, он очень похож на зайки. Я объясню, просто экспертное мнение интернета сразу выдаст вопрос. Так это же уже было, я видел такое, скакало. Вот, я сейчас вам ссылку скину. Конечно, я думаю, смогу найти больше ссылок, чем любой другой. Мы эти работы смотрим, мы их анализируем и пытаемся сделать свой вклад в это. И, как говорил ранее, опубликованные статьи, принятые статьи, говорит тот факт, что наш вклад в этом есть. Нам тут умные люди из вышестоящих, так сказать, голов подсказали, что там, за океаном, 5 минут это прыгает, а здесь 5 часов. Опять же, это магистрская работа Дмитрия, это его диплом, что он насинтезировал конструкцию, сделал моделирование, и он проходит весь этап проектирования. То есть, начиная от симуляционной модели, в Матлабе он сделал конструкцию, насинтезировал сначала регуляторы из простых блоков, а потом перевести это в реальное физическое исполнение. Физическое исполнение. Это была гигантская работа. А вот первый год он проектировал все, а второй год магистратуры он переносил ранее спроектированную в реальный мир, чтобы изготовить детали. У нас станки, может быть. Мы пойдем, да, на ваши 3D-принтеры посмотрим. Работы всякие, вытащить валы, вырезать детали на лазере, установить двигатели, их спрограммировать, сделать вот этот блок с платами. То есть, это гигантская работа. Здесь не было ничего, что было изначально разработано, все с нуля сделано. Разве что двигатели закупные и там, СТМ, а вот вся конструкция разработана полностью ребятами. А вообще, зацените-ка вот это. Ну, во-первых, напоминаю, что сегодня у нас, а, ну у нас еще не май, нет, это я набрал. У нас конец апреля, но видите, какая хорошая погода. Я всегда говорю, что апрель это самый приятный месяц в Петербурге. Отличный вид, и вот на эту сторону тоже очень неплохой. На канаву, как ее называл Федор Михайлович Стоевский, он там купол собора виднеется, где он венчался своей второй женой. Ну, а здесь у нас, собственно, святой отец. Привет. Я только учусь. Вы только учитесь. Так, расскажите в двух словах, где мы находимся. Мы находимся в центре Петербурга, в сердце Петербурга. Но более точно, это один из корпусов университета ИТМО. И то, что он располагается на Гривцово, это очень большой корпус, в котором мы прямо сейчас его, так скажем, модернизируем и делаем здесь современный инженерный хаб. Собирая здесь все силы ИТМО, связанные с инженеркой. И здесь, конечно, мой факультет, система управления робототехники, будет главным образом представлена здесь. И робототехника, и математика, и какие-то индустриальные задачи, электротехника. И вот все, что связано с разработкой аппаратуры и в том числе софта, умного софта. И, соответственно, вот это вот здесь будет стянуто сюда. Помимо нас здесь есть и завод. Мы его, может быть, еще сегодня увидим. То есть есть завод такой классический из старого технологического уклада, который мы прямо сегодня уже модернизируем. Мы, может, даже покажем кусочки уже вот этого образа светлого будущего, как у нас это все будет выглядеть. Но, тем не менее, самое главное, что здесь мы увидим, это люди. Вот это ребята молодые, горячие сердца, которые сюда без каких-то специальных уговоров приходят и занимаются тем, чем им интересно. И место красивое, в котором из окон всегда... Этот звук нам говорит о том, чтобы рассказать, а вот это конкретно что за помещение? Ну, это мы уже на самом верхнем этаже. Я не знаю, это мансардный этаж или это второй свет, наверное, правильно называется. Я не архитектор, хотя есть небольшой опыт. Но это самый верхний уровень, верхний этаж, в котором... Здесь тоже когда-то были и лаборатории антеннофиберных устройств, когда-то здесь разработкиились. Но сейчас, в новой парадигме, мы здесь будем строить полигон для исследования квадрокоптеров. И вот хорошо здесь, чтобы быть большая высота, и здесь безопасно, здесь нет вот этих вот проходных коридоров, и здесь можно смело сидеть вот здесь вот по периметру студентам и делать свои разработки, а вот здесь вот уже испытательный стенд. А в чем испытание квадрокоптера заключается? Ну, потому что сейчас квадрокоптер это стало уже какое-то общее место, его может купить любой человек. Ну, другой вопрос, что не любой человек может запустить, допустим, в Петербурге вследствие понятных законов, уже чисто законодательных законов законодательных. Это я, конечно, мастер. А вот, то есть, в чем задача? Вот есть квадрокоптер. Вы, я так понимаю, его как-то хотите сделать более умнее, более мобильнее? Наша ноу-хау, так скажем, или наша фишка, говоря более понятным языком, это делать роботы автономными. То есть, те все... Максимально без управления работающие. Да, вообще выключить человека. То есть, сделать так, чтобы робот делал все свои задачи, прилетел куда надо, посмотрел, где нужно. Я не знаю, но робот-пылесос, он же делает все сам. Это вот, как бы, это самый базовый уровень, в котором там сила гравитации придавливает к полу, и хорошо. А здесь все-таки, как бы, можно ее упасть, и ветром сдует, и птицы там столкнет. И поэтому тут есть масса... Да, дождь пошел, снег внезапно в конце апреля. И поэтому вот это все для автономно управляемого устройства, это все проблема. Это все форс-мажор, фактически. И поэтому то, что делаем мы, начиная с математических формул, с доказательства теорем и выхода на мировое научное сообщество, что мы умеем, на самом деле, мы, может, немножко потом покажем, мы это все делаем, в том числе силами студентов, и это их учебный процесс. Мы это все воплощаем в железо и даем квадрокоптеру стать гораздо умнее, просто перейдя на ступень выше. То есть это не просто коптер, это уже коптер, который с потенциалом каких-то принятия, грубо говоря, самостоятельных решений. Даже скажу страшное, с некоторым намеком на искусственный интеллект. Так, ну что ж. С некоторыми его базовыми элементами. В том смысле, что его система управления в состоянии сама принимать решения в условиях, когда есть какая-то неопределенность. То есть он сам начинает это анализировать и вырабатывать решения, которые не сломают его, а наоборот помогут ему решить его задачу. Понятно. Но у меня такой странный вопрос. Он летает? Ну, я очень надеюсь. Иногда. Иногда. По средам он. У нас летает по средам квадрокоптер? Так, господа. Кирилл, включай. Говори вот это легендарное «Поехали». Ничего, нам надо буквально чуть-чуть. Но база у него «Мавиковская», да, я вижу? База у него «Мавик». Да. То есть мы сами квадрокоптеры, его базовые элементы мы не делаем. То есть мы берем готовые роботы, даже манипуляторы, которые показывал Ваня. Мы добавляем в систему управления немножечко ума. Вот это немножечко русской души за счет математики, за счет алгоритмов. Мы делаем робот более ловким и более полезным и безопасным. Ну вот сейчас он, например, какие задачи может решить самостоятельно? Он что-то может самостоятельно решить? Самое страшное, что вот мы здесь будем... Почему здесь такая большая комната? Мы будем их делать много. Чтобы они летали толпой, так называемым роем. И, соответственно, это тоже люди умеют. У нас есть партнерская компания. Можно сажать. Есть замечательные компании даже в Петербурге, Геоскана. Те, которые показывают шоу дронов периодически. Там наши выпускники работают. Но это уже, грубо говоря, индустриального масштаба задачи. Но, тем не менее, мы должны подготовить наших выпускников, иметь нулевой уровень адаптации. Вот пришел в эту компанию современную, которая делает эти суперсовременные робототехники, и ты уже мгновенно попадаешь в адекват. Смотришь, что поехало. А это что такое? Так, а это здесь у нас тоже... Это уже не робот-пылесос, а гораздо умнее. У него здесь есть система технического зрения. Она умеет смотреть по сторонам. Она выстраивает карту в режиме реального времени. Можно потом к ней в монитор заглянуть. Она сама занимается анализом, что происходит вокруг нее. Ну и, соответственно, умеет перемещаться по помещению. Это заказ, я так понимаю, замечательной компании Сбер, у которой по их офису ездят вот эти роботы, которые привозят кофе, развозят почту. То есть, поощряя всяческий лень, решают задачу, я не знаю, как это правильно назвать, какую утилитарную... Что это за должность, которую этот робот заменяет? Офис-менеджера заменяет этот робот. Я понимаю, а вот эти роботы, которые типа Яндексовские, которые сейчас поползают по улицам, доставляют еду... Ну, если брать в каких-то понятных измерительных единицах, в чем-то, насколько... Я все-таки умные вопросы задаю. Насколько это круче и продвинутье, чем те? Там у Яндексовских роботов... Разница заключается в том, что в локации. Если там аутдор-робот, который ездит по улице, у него есть карта Яндекса, и, соответственно, вот картография вся более-менее сделана, там стационарные препятствия, он по тротуарам там ездит, даже все видели эти видео, когда там прохожие помогают переходить бабушке до робота, помогая тому же роботу преодолеть препятствия. Здесь же все-таки это индор-робот, это робот, который внутри помещения, в котором бегают люди, в котором все время открыто закрываются, открываются двери, динамически двигаются препятствия. И поэтому он должен быть фактически... Ну, сейчас это как бы как ребенок, он учится еще, он учится, то есть ему там 3-5 лет, он учится обходить эти все двери, но он все время растет. И, соответственно, это робот, который умеет мгновенно идентифицировать вот это вот изменение обстановки. И при этом он перемещается, ну, соответственно, если его дооснастить всякими манипуляторами, кофеварками, то он, конечно, будет приезжать и что-то сразу там раздавать в какую-то пользу. На каком этапе это сейчас? Ну, то есть когда, ну, в идеале, конечно, я все понимаю, что в идеале мы могли бы увидеть это воплощенное уже в неком конечном варианте? Я думаю, здесь счет идет на, может быть, один-полтора-два года, в котором, это вот магистрская программа у нас, которую спонсирует СБЕР, там порядка 20 человек магистров, которые вот, у них разные проекты, но вот здесь тоже несколько на этом сосредоточены, вот у них курс обучения два года, но при этом у нас каждый год, конечно, приходят и новые абитуриенты, и они вот, подключаясь сюда, доводят его до какого-то товарного вида. У нас есть студент иностранного происхождения from Vietnam, да? Да. Но он, так сказать, не очень хорошо владеет русским языком, что логично, да, я по-вьетнамски тоже не очень. Поэтому мы переключаемся на международный английский лэнгвич. So, a couple of words about what are you doing here, not now, in general. In general, my target is try to build a Slam system, the localization system for the mobile robot, or maybe can extend it to the self-driving cars to make the robot know where they are in the real world. Yeah, and how many years have you been here in Russia, in St. Petersburg? So, it's three years. Three years? Already. Yeah, and what are you going to do next? So, actually, right now, I still, like, considering between, like, continue to study here, PhD in ICMO, or maybe, like, continue to, like, searching for the work here in Russia, to, like, yeah, let's make the self-driving car become realistic here, in St. Petersburg. are you comfortable here, like, students, like, workman? Yeah, I mean, it's fantastic workplace here for studying also. Yeah, it's really, it's really, it's, from my heart, I'm saying, so, yeah, everything is super. Okay, thank you, thank you. So, everything is super. Теперь нам немножечко пояснят по поводу вот этой прекрасной ползающей тумбочки вообще, что это, кто это, зачем и почему. У нас Сергей, представьтесь, потому что я, кроме как, Сергей Колюбин, профессор факультета системы управления робототехники, руководитель лаборатории биомехатроники энергоэффективной робототехники. И еще немножко помогаю магистрантам раскрыться, найти себя профессионально в качестве, скажем так, куратора образовательной программы магистрской. Тогда вот можно пару слов для нашей телепередачи объяснить все-таки, что это? Ну, здесь давайте все познается в сравнении. вот это прекрасный прекрасный мир. Я нашел этого человека, который меня понимает. Короче, история такая, значит, мы нашли горячее направление в робототехнике, которое связано с автономной навигацией, нашли в нем топовый мировой результат на тот момент, который относится к визуальной, так называемой, визуально-ниверсиальной адеметрии, в общем, то, что позволяет роботу видеть, понимать окружающее пространство и, соответственно, ходить себе дорогу из точки А в точку Б. и за несколько месяцев выдали результат, который на 30% превосходит то, что было на тот момент топовое в мире. Отправили это на конференцию, которая помечена значком массозвездой, это в академическом сообществе считается топовый уровень. вот, то есть, ключевое преимущество то, что мы делаем, это так называемая техническим языком робастность. Грубо говоря, когда робот перемещается в каком-то пространстве, где все меняется, и там ветер, дождь, там свет включился, выключился, либо наоборот монотонная стена одного цвета, он вообще говоря по камере пытается найти какие-то опорные точки для того, чтобы, как маяки или как звезды в навигации, вот он пытается по ним определить свое положение и, найдя свое положение, определить положение там стен, окон, дверей и так далее. Это называется слэм. Он как колумб прямо в Тихом океане, точнее в Атлантическом. наш колумб способен при более сильных ветрах и беззвездном небе по-прежнему находить себя в этом море и строить свой маршрут. Это называется робастный слэм, когда мы за счет того, что объединяем данные из разных источников и камеры, и энкодеры на колесах, и инерциальные всякие модули, мы обеспечиваем такую точную локализацию на 30% точнее, и на 100% робастнее, чем то, что было топовое в мире. А еще одна фишка того, что здесь делан, здесь на самом деле такой, для нас это тестовый макет, на котором мы тестируем софт, который разрабатываем, потому что основной наш продукт это все-таки некоторые программные решения, но специально адаптированные для использования в железе. Вот вторая фишка, мы стараемся робота приблизить по своим, скажем так, когнитивным способностям в оценке окружающего мира к человеку. Вот мы с вами, если видим окно или дверь, мы сразу понимаем, просто облако точек. Вот мы делаем так, что благодаря использованию нейросеток, очень популярная сейчас тема, робот в состоянии не просто видеть облако точек, но и понять, что вот это облако точек это окно, это дверь, это пол, и это работает в две стороны. Во-первых, мы получаем более, скажем так, богатую на информацию карту окружения, и такие роботы могут использоваться, например, как условные прорабы или технодзоры и настройки, и где-то там в задачах навигации. С другой стороны, это улучшает позиционирование самого робота и экономит память, что крайне важно, потому что, ну, тащить на такой платформе огромный сервер достаточно тяжело. Это все встроенные системы, либо если это даже сервер, стоящий где-то далеко, и передавать ему информацию это тоже тяжело. Есть исследования, которые показывают, что если сейчас весь транспорт перевести в режим автономного, то мощности сетей шестого поколения не хватит для того, чтобы просто пересылать информацию туда-сюда, если на тех же принципах основываться, на которых сейчас работают все эти системы. Поэтому мы экономим память, и вместо того, чтобы хранить там миллион точек, которые показывают, что это стена, мы, условно говоря, храним описание, стена находится там-то, имеет размеры такие-то. Это называется семантика. То есть мы вытаскиваем семантику из сырых данных. Ну и человек, соответственно, тоже, когда дает команду робота, он не должен ему сказать, пойди там в такую-то широту, такую-то долготу, в такие-то коронавтики, он говорит, едь на кухню, приедь к столу, возьми там то-то, или переедь там в помещение такое-то, проверь, как там установлена вентиляция, или... Ой, слушайте, я как человек, который делает уже пятый ремонт подряд, я очень сильно нуждаюсь в этом роботе, чтобы он приходил и говорил этим прекрасным людям, которые вечно хотят тебя кидануть, что... В общем, я первый на, так сказать, на подсосе на это замечательное... Ну, надеемся, что в скором времени технологии станут настолько совершенными, что их может тебе позволить рядовой человек, пока это в основном, конечно, крупные строительные коммерческие компании, но в целом, да. Все, скоро вы перестанете пить мою кровь, чертовы строители. Ну, что эти, как их называются-то, Линкин Парк трансформеры, вот. У меня такая дальняя ассоциация. А, Алексей, что это такое? Это активный экзоскелет. У нас в лаборатории разрабатываются различные типы экзоскелетов. Это активный, пассивный и полуактивный. Это активный экзоскелет, работающий на пневматике. У него... Что он делает? Усиливает физические возможности человека, то есть человек может в нем больше поднимать, также без снижения маневренности. Я вспоминаю фильм «Чужие», где Рипли выходит в такой штукой и начинает твоя летняя бич. Как это вот прям физически выглядит? То есть туда реальность человек... Туда заходит человек, да, он включает костюм и он начинает ему помогать. То есть что-то там посильнее поднять, там еще что-то... Да, поднимает груз до 80 килограмм. О, это очень мило. То есть это просто человек вообще. Это очень мило. То есть это можно всех доставщиков еды посадить на велосипеды без электродвигателя, и они будут за счет этого укрутить педали. На меня одевать? Да, можно. Можно? Пассивный костюм у нас есть. Ну давайте попробуем. Правда он скажем так минимальный такой комплектации еще оставаться. Так что поэту будем одевать? Да. А в тот нельзя задеть? В тот я думаю не надо. В тот он с пластиком может... Он может сжаться, да, неожиданно? Да, да, он сожмется и... Мое последнее, то что меня... Я имею ввиду конечно же голову. Оно меня покинет. Итак... Я отправляюсь убивать тварей. Тварей убивать. Так. Все. Дальше. Ага, вижу. Ничего страшного, я подрегулируюсь. Немножко криво встал сейчас. Вот так. Встретимся на Марсе. Нет, это... Может показаться, что это пятая, третья, четвертая рука, но нет. Это усиление первой, второй. Ну, они поддерживают руки, чтобы человек мог работать с инструментом. Сейчас... Прощай, YouTube. Прощай, Россия. Привет, я слишком много отдал тебе сил. На нем сейчас установлены пружины, но вообще будут установлены периоды переменной жесткости, и усилие на пружинах можно будет регулировать, то есть усиливать, либо уменьшать. И будет способен разглажать до 15 килограмм нагрузки на руку, когда вот человек вот так работает. простой чем-то спорщик. Слушай, я прям все время хочешь такие пошлые шутки вставлять, но я не буду. Ну, это такой простой довольно костюм. Ну, понятно. Можно заставить... Вот, есть люди, которые не танцуют. Вот, надеваешь, и он начинает. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. А потом техника дойдет до того, что начнет делать так. И он тебя будет просто заставлять это делать. Все, отлично, можно снимать. Все, теремок, хана тебе просто сразу же, потому что, А что здесь можно? Тут прямо нажать, да, можно? Да, выбрать начинку и нажать начать готовить. Начинка, ну давай, карамельная. Можно, да, карамельная? Карамельная начинка. Начать готовить. Ой! Здесь робот, который может делать полный цикл приготовления теста, включая замешивание смеси для его приготовления. Оно замешивается из готовых ингредиентов, плюс добавляется вода, и все это перемешивается. Суть проекта сделать робота, который мог бы прямо здесь и сейчас по вашему желанию готовить это или иное время, потому что приготовление брюнов именно в классическом его понимании с вращением сковороды, с точки зрения робототехники и математики, задача нетривиальная. Мы вот исследовали этот вопрос, изучали, какие системы нужны, какие датчики необходимы, и вообще может ли робот повторить полностью человека в части приготовления. Мы здесь сейчас увидим результат. Есть нюансы, общие принципы мы переложили, однако требуется доработка, с точки зрения сделать робота более умным, как человек, чтобы он полностью повторял движение. То есть сейчас будет процесс нанесения теста на сковородку. Робот будет вращать сковородку, чтобы распределить тесто по поверхности. Офигеть! Как видно, требуется делать систему более умной и интеллектуальной, потому что, как оказалось, человек гораздо более умное создание, чем все думали, и он задействует намного больше органов чувств при приготовлении еды. Я так не говорил, глядя на некоторых, мне кажется, что это не так, понятно. То есть он сам распределяет. Но в принципе же, на самом деле, в перспективе, это же, ну, например, изготовление котлет, это очень похожий процесс, допустим, как изготовление блинов. То есть это большие, большие... Я вижу большое будущее здесь. Пока робот готовит еще один блин, не комом, вот о чем хочу спросить. Специалисты, которые здесь взращиваются и прочее. Ведь логичный вопрос, а что потом? То есть это же, ну, так сказать, передовые люди, передовые технологии, это то, за кем сейчас все охотятся, все их хантят и так далее. Вот в этом плане, как вообще здесь обстоят дела? Ну, на самом деле, мне вопрос-то понятный и близкий, я это все на себе испытывал сам был. Я сам здесь в университете ТМО уже 20 лет. То есть я в 2002 году сюда школьником приехал, выпускником школы поступил, был студентом. И когда я работал, понятно, что я начинал работать со всякой студенческой работой, потом пошел по специальности, курсе на третьем. И уже стало понятно, что и совмещать тяжело, и чему тебя учат, и что там требуется, есть некий разрыв. И вот когда уже довелось управлять факультетом уже сколько, 6 лет, я как раз ровно с этой задачей-то и подошел, чтобы этот разрыв весь, не то чтобы сшить, но хотя бы мосты навести. Потому что, во-первых, у нас что есть? Какая свобода в университете ТМО есть? Мы можем образовательные программы менять, мы можем их корректировать, мы можем их делать динамичными и более адекватными реальностями. То есть мы можем каждый год обновлять состав учебных дисциплин. Мы можем просто вычеркивать дисциплины, ставить новые. То есть у вас есть автономия принимать самостоятельные решения, вплоть до замены алгоритма обучения. Да. И все формы обучения, мы их можем себе изобретать, применять. Согласно запросам рынка, времени и так далее. Есть одно ограничение. Должно быть не хуже, чем федеральный госстандарт. Мы его придерживаемся, этого правила, и, соответственно, можем себе позволить много всякого. А у самого был опыт отъезда из страны? Был. И весь мир объездил. И будучи студентом, и по конференциям, наверное, штук 30 конференций международных я собрал. Там от Штатов, от Гавайев до Австралии. В северном полушарии все объездил, в южном только в Австралии. Была мысль обосноваться где-то? Ну, когда есть там, когда ты ребенок, когда ты еще не знаешь, как жизнь устроена, всякий в голове роится. У меня был некий опыт длительной командировки в европейской стране, в хорошем университете, где университет – это градообразующие предприятия, и все было здорово и интересно. Но есть некая ментальная уже непреодолимая пропасть. Если тебе уже лет, уже достаточно 25 и больше, уже просто становится не очень интересно жить. Приехать в гости – да, покайфовать там, побыть туристом – это все здорово. Но жить – это нечто другое, что ребенку неизвестно, неведомо, он это еще не понимает. Поэтому опыт у меня такой был, я для себя просто решение принял, что нет, нет. Там ключевой момент, что ты вот кожей чувствуешь, что дома здесь нет. Нету и не будет никогда здесь слово «дома». И поэтому вот это миллион мелочей, из которых вот это «дома» складывается. Поэтому я вот с чистой совестью даже там где-то досрочно прервал свое пребывание в командировке длительной, вернулся сюда и вот начал строить факультет уже 6 лет. Здесь уже есть масса. Итак, у нас есть the second chance, выражаясь по-вьетнамски. О, шоколадочка. Так, что у нас с вареньем? А там в трубочке оно, потому что застряло. У нас оно почему-то… Сейчас, ладно, давай дождемся. Давай дождемся. Это можно смотреть на вещи… Мне кажется, надо немножко чистить эти лапы. Мне кажется, сейчас у нас не выйдет камень. А ты, заинька моя, ты мой хороший, вот и лапочка моя. Все. На, жарите, говорит он мне. А? Видал сосун, Ocean Go. Ну, давайте, ладно, я, так сказать, выступлю в качестве подопытного кролика. Боже! Ничего более вкусного, изготовленного роботами, я никогда не ел. Наверное, единственное, что он не сможет делать, это шашлык. Вот тут, конечно, ну какой робот? А так да. Причем нам всем известны промышленные способы приготовления блинов, когда станок просто шлепает одинаковые блины, которые потом замораживаются. У многих людей есть отторжение к подобному виду продукта, потому что его сделали каким-то непонятным механическим способом, потом заморозили, и это нужно есть. Здесь идея в том, чтобы без цикла заморозки, прямо вот на ваших глазах, провести полный цикл приготовления блинов. То есть это сделано с душой. Понимаете, да. Здравствуйте, сударь. Вам блинчики, так сказать, какими волшебными лапками приготовлены? Сколько ушло времени на изготовление этого диво-дивного, чудо-чудного? Сама механическая сборка мы все собрали за полгода, то есть полностью изготовление деталей. Гораздо дольше мы вообще прорабатывали саму концепцию, те необходимые элементы, которые нужны. Мы очень долго и внимательно наблюдали за людьми, которые готовят блины, потому что они это делают уже интуитивно и по привычке, а оказывается, это нужно формализовать и записать с помощью математики. Слушайте, отличная дипломная работа могла бы быть я. Тут в том числе и дипломники участвовали, они писали поэтому свои работы, которые участвовали на защите. А как вы наблюдали? Вы специально кого-то нанимали или прям подглядывали? Ну, я лично подглядывал за женой. Плюс мы еще обращались к нашим коллегам из химического пищевого факультета, которые есть у нас в университете, и они нам давали более конкретную оценку того, что происходит. Так как робот пока не в состоянии переворачивать полностью блин, мы используем две плитки. Одна индукционная снизу подогревает блин в классическом его понимании, а вторая сверху печка, она догревает блинчик сверху, чтобы он подсох и чтобы он с двух сторон был приготовлен. То есть когда-нибудь в перспективе он может делать и так? Ну, это, конечно, очень сложно. Для человека это сложно, а для робота тем более. Понятно. Эта разработка, она уже как-то, ну, где она там засветилась? Ну, пока она наступает исключительно как демо-стенд университета ИТМО, то есть мы показываем, на что мы способны. Померческие представители ходят, присматриваются, им интересно, они пытаются продумать, где это может пригодиться, потому что, понятно, это не массовый продукт, время занимает значительно, да, то есть это скорее как некоторые демо-юнит, чтобы выделить тебя из толпы. Так возвращаясь, вот хочется эту тему просто закончить, и больше к ней не возвращаться. Окей, люди здесь учатся, да, то есть, ну, они же должны быть чем-то мотивированы, там, деньгами, перспективами, тем всем, а ИТ, ну, ИТ, в общем, это одна из таких областей, вот сейчас там вплоть до нас, я не знаю, там, всякие там ипотеки для них пытаются, ну, то есть, наконец до правительства дошло, что, оказывается, все эти вот персонажи, это на самом деле, ну, чернозем интеллектуальный, который нужно, так сказать, хранить и не выпускать. Здесь за счет чего удается, ну, и вообще какие тенденции вот внутри института, да, в этом отношении, то есть нету страха, риска, что ты в человека, в специалиста вкладываешься, да, вот он становится магистром, а в какой-то момент он сказал, подумал и сказал, ай, в Бостон, в МАИТИ. Ну, здесь масса ответов. Первое, про Бостон МАИТИ, кто вам сказал, что вас там ждут, да, то есть это вот ощущение, это вот люди сами себя легко могут обманывать и верить в какой-то мультик, которого не существует в реальности, это, ну, это отдельно, это надо съездить, попробовать, пожить и понять, что вот жизнь несколько сложнее, чем в экране, ничего плохого в этом опыте нет. Второй момент, я, наверное, не досказал, что нас удерживает здесь, да, как эти мосты-то навести, во-первых, мы свои обязательные программы строим не от того, как деды завещали, да, мы в этом, мы все равно, вот лично я, в некотором роде консерватор, да, я люблю вот всю классику, я люблю там и музыку, искусство, но и классических преподавателей каких-то, но при этом я не, есть две модели консерватора, одно поклонение пеплу, другая модель передача огня, вот я за вторую модель, за передачу огня, и, соответственно, вот то, что как раз поджигает, то, что подогревает интерес, мы стараемся передавать следующим поколениям, доверяя им там тяжелые участки, там, что вот, в том числе доверяя им студентов, доверяя им людей, самое дорогое. Так хорошо, а поколения-то эти, они как бы это сознают, они проникаются? Я надеюсь, что да, это, как сказать, это неизбежно происходит, потому что мы видим, как мы обрастаем талантливой молодежи. То есть, если в процентном отношении брать, приток есть, отток есть? Отток, безусловно, есть, не всем интересно, некоторым становятся, у некоторых жизненные какие-то ситуации меняются, мы людей здесь крепостным правом не порабощаем, отпускаем, приходит на смену новое поколение, и это нормальный процесс смены поколения, абсолютно нормальный, здоровый, поэтому здесь не к нему надо. Самое главное, что я не сказал еще, мы учим своих студентов, и не просто по учебникам, мы учим решать задачи. Что это такое? Это фотополимерный принтер, очень дорогой, очень точный, они используются изначально для создания мастер-моделей, например, ювелирки такие штуки используются, чтобы сделать очень точную деталь, а потом по ней делать литьевую. Куплен был давно для того, чтобы делать высокоточные детали, в том числе можно делать и не мастер-модели, а в принципе, очень функциональные детали, о них печатали, но это покупали, наверное, больше 10 лет назад, и тогда 3D-печать была очень дорогая, да, это была фантастика, да, сейчас это очень просто, да, и у нас куча других принтеров, FDM-печать послойная, традиционная, и позволяет быстро печатать детальки различной сложности. Я правильно понимаю, что это прямо сами сделали? Не, это Ultimaker, это как, не знаю, Tesla в мире 3D-принтеров, это стоит 600 тысяч, по-моему, такая штука, еще давно купленная в восемнадцатом году, в девятнадцатом, тут с автоподстройкой стола, с ним удобно им пользоваться, что есть много деталей, много настроек, что с ним меньше ручного ТО. Все остальные, например, Prusa, это традиционная схема принтера и Prusa, это российская версия с китайскими пинтующими, как обычно. Ребята там доделали, модернизировали их, но вообще это пространство, в котором ребята изготавливают детали, потом собирают, здесь у нас ручной инструмент, здесь такие шуруповерты-инструменты, болгарки и прочее, чтобы изготовить детальки, собрать, спаять, много всяких паяльных станций. Здесь мы собирали все прототипы, все условия. Ну вот это уже моя молодость. Единственное, что я имел дело со станками, обрабатывающими древесину, а это токарные станки, но тем не менее выглядели они примерно так же, я имею в виду концептуально, хотя здесь, посмотрите, вот у меня такого не было. У меня-то были советские все станки, а здесь вон, сколько им там лет-то уже этим? Я думаю, за 70, 60-70. Но здесь надо сказать, что это старый наш завод, Русар, которому тоже много лет, как и этим станкам, который сейчас ждет его, прямо сейчас мы занимаемся его реновацией. То есть здесь вот эти замечательные арочные своды, мы их отколупаем до кирпича и покроем лаком, чтобы это было красиво и современно. Часть станков каких-то, наверное, поставим под колпак, как музейные экспонаты, но сюда заезжает уже новая техника. И уже у нас мы закупаем там новые токарные станки, которые, например, один заменяет вот эти все. И вот он к нам в мае приедет, мы его уже можем... Ну, мы не будем, конечно, показывать там, где бетонная плита заливается сейчас. А что здесь вообще изготовляли-то? А здесь изготовляли все всевозможные металлические изделия. И оснастки для оптических приборов, и конструкционные изделия. Достаточно много всего. Но сейчас, конечно, самое время меняться, и я уже даже не буду говорить про все внешние обстоятельства. Просто пора передавать тот самый огонь чему-то новому, чтобы это было привлекательно и интересно. То есть здесь... Это, чтобы вы понимали, мы идем вдоль Казанской улицы. Вдоль Казанской улицы. Вы не пугайтесь, мы здесь только говорим хорошее. Вот, соответственно, мы идем вдоль Казанской улицы, и, соответственно, здесь готовится глобальный ремонт уже вот этим летом. То есть мы будем это все освежать и ремонтировать. Но здесь пока вот еще у нас замечательная вот... Да, а вот это, это угол Казанской Грифцова. То есть люди ходят мимо и даже не догадываются, что здесь вообще-то производство. Да, здесь есть вот это вот наше классическое производство, которое... Здравствуйте. А вот это мне уже знакомо. Это называется сверла. Да. Вот эти, посмотрите, какие шкафчики чудесные, а? Набивающие такую ностальгию. Чтобы вы понимали, где мы находимся вот окончательно и бесповоротно, нам специально сегодня открыли ворота. И вуаля. Казанская улица. Выходите, Даниил. У вас же застрахована жизнь ваша, да? Все, на нас едет на Мерсидес. Вот заодно мы выпустим человека. Да, то есть я на самом деле, когда раньше здесь, собственно, ходил, ездил, я, честно говоря, даже и не догадывался. Хотя я очень часто рассказываю во времена своих туров, что, ну, раньше вообще это общее место было в центре Петербурга, где-нибудь еще и производство, да, заводик. В 19 веке это могло быть даже на Невском проспекте. Что за волшебное вэшч? Да, здесь немножко происходит колдунство, но на самом деле нет. Мы были в заводе, где много зеленых старых станков под старый технологический уклад. Здесь уже новый, там, пятый технологический уклад, в котором весь комплекс необходимых операций делается вот в одном этом устройстве. Это так называемые станки ЧПУ или числовое программное управление. И за счет того, что инструмент к заготовке может подойти под разными углами, причем высокоточно, с хорошей повторяемостью, можно зарисовать в компьютере самую сложную деталь. И программа сама сюда управляющая сгенерируется, то есть вот это вот мастеру он уже, на самом деле, не очень нужен. То есть вот это устройство, оно позволяет студенту сразу его какие-то эскизы, чертежи воплощать в жизнь уже в металле. И любое там современное производство, у нас в городе много, у нас есть компания Диакон, очень известная такая международная компания, которая у нас база здесь в Питере. Есть завод Климов, где огромное количество вот этих станков стоит, в которых производятся, вот изготавливаются вот эти все необходимые металлические детали. Не напильником или рашпилим, а вот уже высокоточно, из прочных материалов. И при этом все достаточно легко и просто. Один раз сложно это все увидеть, на следующий день все просто. И здесь достаточно большое количество у нас разного рода станков, что это у нас уже как бы пример такого нового современного, не современного, а отремонтированного помещения, где современное оборудование. Эта штука умеет выпиливать лазером, то есть здесь вытачиваются, выпиливаются какие-то кусочки, ну и соответственно они потом куда-то идут в качестве каких-то составных элементов. И здесь у нас, даже я здесь не буду вам обманывать, что она делает, может быть, это электроэрозия. Она шьет золотыми нитями костюмы для Киркорова. Что делает это устройство? Да, это электроэрозионный станок, соответственно он предназначен для резки металлов, всего токопроводящего. Вот, с микронной точностью довольно российского производства, трехкоординатный тоже, вот, в принципе так вкратце. Ну я так понимаю, что это классический токарный станок? Да, классический токарный, больше он учебный, чем производственный. Ну это, конечно, чтобы людям все-таки потрогали, конечно, с чего-то надо начинать. Да. Именно вот. Потому что я свое токарное дело знаю, как свои пять пальцев. Как говорил Янковский в одном фильме, я властелин металла. Вот так вот, за 40 туда вот эту стружку. Понятно. Ну что ж, пошли дальше. Как сделать так, чтобы ты окончил не бонч, а этмо? А вот. Видал сосун? Вашингол, да? То есть теперь у меня есть такие фирменные значки. А почему? А потому что мы в Бузии. Вот мне еще книжечку подарили. Вот такую. Мы рады приветствовать девушку по имени Рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сие такое? Это экспозиция музея университета ИТМО, музея истории университета ИТМО. Она посвящена студенческим стройотрядам, истории студенческих стройотрядов и различным подаркам, которые привозили из разных стран и стройотрядовцы, и уже потом ректор университета ИТМО, делегации университета ИТМО. Вот, собственно, видите форму, которую носили стройотрядовцы. Джинсы, конечно... Я такой носил в Астрахани. И такие штучки у меня были, только по-другому. Считалось, что чем больше у тебя вот этих вот прибамбасов, вот этих вот всяких там, тем ты типа круче. И на третий год у меня я уже был, это как у генерала. Да, да, вот. И, собственно, манекенам немножко маловато, конечно, форма, потому что манекены были, ой, в смысле, стройотрядовцы были молодыми студентами, а манекены уже взрослые мужчины. Вот, появился знамя студенческих стройотрядов. Сейчас сами стройотряды появились в 1948 году. Первые выехали на восстановление ГЭС Волхов, сельских ГЭС. Тогда еще не было ни знамен, ни форм. Они появились позже, с середины 50-х годов, начали формы использовать. А вот знамя у нас в музее присутствуют. Вот, и, собственно, еще экспозиция эта посвящена на английском языке для иностранцев истории университета ИТМО с самого основания до практически сегодняшнего момента. То есть стенд посвящен победителям программирования, по программированию команды. Покажем заодно, раз уж мы здесь тоже вид, чудесный вид, вид, ой, да, это же, слушайте, да, это то, собственно, ради чего сюда стоило тоже зайти. Это конференц-зал. Нетрудно гадаться по конфигурации. И посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Санкт-Петербург-Сити. Какая перспективка. Если вы, друзья мои, не из Санкт-Петербурга, то вот там Синае, а вот здесь за углом начинается прям Петербург Достоевского. Тут дом будет, где он написал преступление и наказание, а дальше и направо там будет дом, где, собственно, Раскольников у нас якобы жил. Ну, я, так сказать, методом логических цепочек догадываюсь, для чего это. Но, тем не менее, хотелось бы услышать голос персонала, что здесь происходит? Да, эта установка предназначена для апробации различных систем управления, потому как мы имеем дело с физическим объектом, который действует в среде, очень приближенной к настоящей. Вот, то есть здесь появляются различные коэффициенты, гидродинамические и так далее. Наша задача – постараться стабилизировать корабль в точке. Сейчас я просто его разверну, он плюс-минусом путает, как все математики. А корабль сделан самостоятельно? Нет. Корабль был куплен у санкт-петербургского моделиста в 2018 году. Вот, мы поменяли начинку, сделали возможным управлять с компьютера. То есть мы в режиме реального времени можем отлаживать наш алгоритм и заставлять его останавливаться в выбранной области. То есть сейчас он сам центруется? Сейчас он автоматически центруется, координат снимается с камеры. Вот, то есть это аналог GPS-сигнала. Вот, то есть, но одновременно мы еще решаем задачу обработки изображения. Вот. По выбранной точке стабилизируем. То есть наша задача при наличии внешних возмущений, в принципе… Это внешнее возмущение? Течение, ветер, волны. То есть как-то мы его отклоняем, видите, он уже сопротивляется. А он возвращается в точку. История вот какая. То есть любовь вот к этим, к автоматическому управлению надводными судами у меня достаточно давно. Это моя первая такая плотная работа по специальности. У нас есть в Питере компания Navis, такая известная. Ну, она достаточно известная. Это ребята наши, питерские все. Они вышли на мировой рынок, растолкали гигантов, там, Rolls-Royce, Conzberg, продавая систему управления движением для больших надводных судов, в том числе для нефтеналивных. И пока я был студентом, ну, я, как сказать, делал систему управления, учился это программировать. Более двух тысяч судов, наверное, охвачены вот этими системами, которые делают авторулевые, автоматическая швартовка, ну, то есть все, что нужно для современного надводного судна. А когда я был на, в том числе, на пусконаладочных испытаниях, да, когда мы настраивали на яхте Паллада авторулевой, мы когда настраивали, как было сказано, настраивали идентификацию параметров, нужно проехать по какой-то специальной траектории, такой достаточно извилистой, и чтобы почувствовать все углы, так скажем, где там, какие параметры у парохода, для того, чтобы было правильно, легко управлять. И смысл в том, что в какой-то момент наша вот эта вот хитрая траектория начала пересекаться с береговой линией. Мы это поняли за немножко... Было времени, чтобы мы успели это понять, что мы едем в берег, а руль, который мы... которым надо увернуть, он у автоматической системы. А у нас он, соответственно, нас он не слушается. И это был достаточно такой интересный, такой интригующий момент, когда мы едем четко в берег Москва-реки. И нас только спас полный назад, и, соответственно... Но было что вспомнить. И когда говорят, вот мы тут идентифицируем параметры, да, я всегда вспоминаю, и студентам на лекциях я это рассказываю, что это из себя представляет физически, и чем это может обернуться. Но вообще это очень интересный опыт. Ты видишь, что это очень дорогие устройства, это там десятки миллионов, даже не рублей. И когда это все тебе доверяют, что ты какими-то там математическими формулами это заставляешь двигаться, когда ты видишь, как у капитана, у него реально загорается интерес и кураж, когда он видит, что у него автоматически теперь он едет ровно по карте, а до этого он все время за руль держался, а теперь у него автопилот появился, что-то немыслимое. Вот это лично мне, когда я был студентом, это вот мне придавало уверенность, значит, все это не зря, значит, это все кому-то надо. Ну а то, что там действительно системы, они сотни тысяч долларов стоили, еще тогда, сейчас они и дороже, но это то, в том числе, чему мы учим. То есть у нас есть образовательная программа, посвященная вот именно навигации, управления движением, ну и, соответственно, у меня, когда я вот и рассказывал, что я в одном университете работал в норвежском, мы там на одном департаменте работали Тур Инги Фоссом, такой тоже крестный отец системы управления движением для пароходов в мире. Вот мы с ним там в футбол играли в норвежском, в кейчбол, в этой, в сетке, в зале, а параллельно у меня есть даже некоторые его книги с его автографом. То есть, с одной стороны, он известный профессор по системе управления, с другой стороны, это обычный человек, с которым можно поиграть в футбол, попить кофе, пообщаться о жизни. То есть, это все опыт, который сюда, так или иначе, мы в университете, мы вот, как я когда-то сказал, сердце Петербурга, мы вот сюда заносим весь богатый опыт, какой удалось набрать в мире, мы его здесь расшариваем, или как патриотично сказать, разделяем между своими уже коллегами, которые с интересом включаются в наше общее дело. Мы поехали? Да, мы поехали, мы не только поехали, тут сейчас будет что? Рисование запускать, расскажите, когда запускать. Пикассо запускаете. Давайте, да. Запускаете. Сейчас у нас будет картина, но не маслом, к сожалению, а другими вещами. Тем не менее, это новый вид искусства. В баню художников. Сделаем так, чтобы теперь роботы творили. Тем более, что, глядя на некоторые произведения современного искусства, ты думаешь, может быть, лучше робот это бы сделал. Да, согласен. Что мы рисуем? Сейчас вы видите, это будет мини-сюрприз. Мини-сюрприз? Мини-сюрприз. Божечки, это будет Моника Белуччи? Давайте попробуем угадать. Значит, мы обрабатываем изображение, сфотографии. Если нужно, можем сфотографировать. И генерируем из него так называемые пути для манипулятора. В системе эти пути обрабатываются, и, как вы видите, углы двигаются, и, соответственно, понятная для манипулятора команда генерируется. Вот уже, в общем, мы получаем вот такую вот картину в 2D. Это не масло, конечно, это фломастер. Но вот так вот, значит, там пружина, она натягивается. Это может быть какое-то кривое пространство. Вопрос такой. Это же такая тренировка для робота. Да, это очень хорошее такое показательное упражнение для того, чтобы человек мог разобраться с манипулятором и в том числе познакомиться с роботом. То есть мы понимаем, что, естественно, задача-то не в том, не заставить робота рисовать, а это некий промежуточный этап для каких-то более глобальных задач. Да, абсолютно так. Если мы рассматриваем кисти или рисование массом, там очень важно, чтобы академическое, например, письмо выдерживало определенный угол кисти, удавление, наклон. И это значительно более сложная задача как для планирования движения самого манипулятора, так и для математической части, скажем так. То есть это, можно сказать, некоторая игра по сравнению с тем, что в действительности может быть такие задачи решаются, в том числе и в промышленности. А сколько времени ушло на изготовление такого чудесного художника? Ну, если смотреть в общем случае, то мы использовали готовые библиотеки, естественно. Понятно, что с нуля абсолютно это делать дольше, но на подготовку мы потратили недели две. У нас есть богатый опыт, нужно учитывать, что мы уже не в первый раз делаем робота-художника, в том числе рисуем маслом в рамках коммерческого проекта. И с учетом этого опыта мы делаем это. Появилось желание обрести некоторое искусство для роботов Владимиром Цинбергом. Он возглавляет компанию медицинскую. Вот он медик. Собственно, он решил сделать это искусство и продаваться. Ага, то есть это прекрасная монетизация. Я все-таки был прав, что картина, написанная роботом, будет что-то стуть. И меня что-то там вот этот ежик начинает напоминать, если честно. Идите, что получается. Так, а это у нас что? А это силомоментное управление манипулятором. Значит, задача такая простенькая, детская. Необходимо взять объект. Он кооперативно понимает, что я ему разрешаю это делать частично. Собственно, вот. Замыкается. Задача вставить деталь в отверстие. Все дети играли в эту игру. Дарили родители кубики, звездочки. Другой формы объекта. Здесь мы вставляем, начиная от простой формы, круглой окружности. И заканчивая более сложный квадрат, звезда. Даже такой элемент, как тут. Чарджер. Чарджер это от электротранспорта. Чтобы вставлять зарядное устройство в электротранспорт без человека. А то есть он понимает, что не влезает? Да, он здесь понимает. Это так называемое... Сейчас он делает поисковое движение. Он не понимает, где отверстие. И нужно его идентифицировать. Чтобы это сделать, выполняет вот такие эллипсообразные движения. И смотрит на измерения с форсенсора. Дальше он подстраивается. Дальше он подстраивается и начинает вставку. Вот. Только единственное, что это фейл. Он тут не доподстраивался. Ну ладно. Вот. После того, как он подстроился, он начинает адаптироваться под отверстие и доставляет до конца. Вот. Как видно, что он тут чуть-чуть гуляет. Это специально так делается, чтобы нивелировать силу трения и другие эффекты, которые мешают ему сделать. После того, как он вставляет, он... У меня есть отличное название этому алгоритму. Техника мягкого ввода. Ввода? Мягкого. Ну, что-то вроде. Друзья мои, даже роботы теперь знают этого человека. Ну вот лето придет, и я снова стану таким. Большое спасибо. Я это возьму, да, с вашим позволяем? Запродам. Можно... Вот этот персонаж может меня в долю взять. Как его там зовут этого вашего. Медика, ну что ж, приятно. Алексей у нас один из победителей, лучший выпускник ИТМО. За какой год? За 2020. Да. А вот, Алексей, вопрос. А какие вообще планы на жизнь? Ну, у меня широкие планы, как у молодого человека на данный момент. Я хочу открыть свое дело робототехническое в России, наверное, есть желание такое. Естественно, хочу закончить, получить кандидатскую. Это как определенный такой крупный этап в жизни. Подготовка большой работы, это большое дело, оно требует некоторой осознанности, осознанного подхода. Вот, планы у меня примерно вот такие. Не знаю, как получится реализовать, но надеюсь на успех. Ну, да. Отличное начало положено. Я считаю, что с таким стартом этот успех обеспечен. Как много света, пространства и всего остального. Где мы? Это актовый зал на Гребцова. Место, где мы тусим иногда с научным коллективом и со студентами. Вместе тусим. Понятно. А как часто это происходит? Ну, раз в год, наверное, только. Ну, что-то редко, на самом деле. Наверное, надо чаще, да? Да. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Алексей Перегудин, и я преподаватель и ассистент, и кандидат технических наук университета ИТМО. Алексей, что держит вас в этих прекрасных стенах? Почему вы не хотите поехать покорять мир за океан, в Европу, еще куда-нибудь? Вы, наверное, иронизируете. Да, сарказм. Ну, я люблю это место. Вообще, это мой альбоматор, моя исходная родина. И сейчас тут студенты на всех курсах есть, и всех я очень люблю и всем преподаю. А специализация какая? Управление, контрол. Это вот надо, наверное, пояснить, что это такое, чем мы занимаемся. Потому что управление ассоциируется с каким-то менеджментом, какой-то лабудой. А на самом деле контрол — это математика. Контрол — это то, как заставить этот мир вести себя так, как мы хотим. То есть когда есть... Вот он, диктатор. Я нашел его. Скорее подружиться, чем заставить какой-то силой. То есть у нас есть... Да-да-да, с этого все и начинается. Сейчас мы с вами подружимся, а теперь делай так. Понятно. Хорошо. Ну а если серьезно, то есть действительно, это не как глобализация управления? Нет, это роботы. Это роботы. В первую очередь роботы искусственный интеллект. Это когда у вас есть какой-нибудь квадрокоптер, и вам нужно, чтобы он сделал какой-нибудь пируэт, как вы хотите. Или решил какую-то задачу. Или беспилотный автомобиль точно-точно припарковался. Вот как это сделать, какие законы в него заложить, как он должен мыслить, как по его нервам должны идти сигналы. Вот это мы. А не пугает вообще? Ну, мы же все воспитаны на всяких там терминаторах и всем остальном. Вот там Блокмиру, там эта прекрасная серия, где эти собачки безголовые бегают и так пум-пум-пум тебя в лобик убивают. Вот это как вообще? У нас наоборот. У нас парадигма такая, что у роботов потом можно будет даже учиться и становиться еще более человеками, чем мы есть. Потому что сейчас мы заняты как раз тем, что учим большие системы из большого числа роботов взаимодействовать, кооперировать. Знаете, вот как, может быть, вы видели стаю рыб, косяк рыб, который движется как единая такая рыба. Вот в каком-то смысле мы этого добиваемся от роботов, когда много разных акторов действует как единое целое. И в каком-то смысле дружат, в каком-то смысле работают на одну цель. Вот когда мы этому научим роботов и решим математические задачи с этим связанные, мы, может, и у них потом этому научимся. Друзья мои, я не робот, поэтому работаю нерегулярно, но стойко. В пятницу вечером, субботу, воскресенье днем, как правило, проходят экскурсии в Санкт-Петербурге. Расписание есть на сайте, ссылка внизу. Также есть путеводитель Невский с перцем по Невскому проспекту, который можно читать не только в Петербурге, его можно читать в любой точке мира, потому что это не столько и не только путеводитель по Невскому проспекту, сколько путеводитель вообще по истории города и Российской империи. Дома, люди, события и все остальное. Есть книга о методологии проведения пиар-компаний, в данном случае о пиар-компании Японии во время русско-японской войны с большим количеством иллюстраций. Крайне актуальное издание в наше время. И роман мой, остросоциальный триллер, Корень про Петербург, конца 90-х, начало нулевых, остросюжетное повествование. Все это вы можете приобрести у меня на сайте, либо после экскурсии, в данном случае я их подписываю, все эти книжки. Дорогие ребята, если вы думаете о своем будущем, или если в данном случае вы родители, или думаете о будущем ваших уже повзрослевших детей, то вот вам несколько лайфхаков, почему нужно идти в магистратуру робототехники ИТМО. Три года подряд университет ИТМО входит в топ-100 лучших вузов мира по программе Automation and Control, согласно шанхайскому рейтингу. Робототехники местные многократно побеждали на чемпионатах мира. Здесь самый большой набор на бюджет, на факультет системы управления и робототехники в 2022 году выделено 280 бюджетных мест. Довольно молодой, как вы могли сами убедиться, преподавательский состав. Возраст ДК на 35 лет, профессоров 35-40 лет. Есть возможность трудоустроиться уже на первом курсе у партнеров ИТМО, Геоскан, Старлайн, Навис, электроприбор, диаконт, эталон и так далее. На рынке труда выпускники ИТМО ценятся очень высоко. Их расхватывают как пирожки еще до кончания учебы, ну и, собственно, все плюшки и пирожки студенческой жизни вам точно так же прилагаются. Стипендия, военная кафедра, 60 спортивных секций, 6 общежитий в центре Петербурга. Так что приходите. Ну а нету как такой перспективы, что появится какой-то бэдгай и решится это все использовать в каких-то не очень хороших целях? Ну я мыслю, что это какая-то фантазия. Пока что такого даже близко, такой перспективы нет. Ну понятно. Ну что ж, это очень прекрасное, позитивное и радостное начало нашего совсем недалекого будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова